А ну-ка, дорогие друзья, всех с праздником! Итак, у нас есть только два праздника по словам мудрецов Ханука и Пурим. Пурим, когда нас преследовал Аман, хотел сделать полное физическое, тотальное уничтожение еврейского народа и Всевышний нас спасает в Персидской империи. И Ханука, когда греки хотели искоренить нашу веру, и Всевышний опять же нас спасает, и мы смогли дальше продолжать соблюдать по сегодняшний день. Два праздника по мудрецам Ханука и Пурим. В эти дни мы читаем специальную вставку Аля Нисим. Спасибо Всевышний за чудеса, за войны, за все победы, которые ты для нас делал в Пурим и которые ты для нас делал в Хануку. И давайте обратим внимание, что каждая вставка начинается со слов. В Пурим мы говорим во времена Мурдыха и Эстер, в Хануку мы говорим во времена Матитьяу, сына Йоханана, первого священника. Почему рассказ об этих чудесах, об этих великих праздниках начинается с этих слов? Потому что мудрецы еще раз хотели нам подчеркнуть, что все эти великие чудеса были благодаря тому, что евреи слушали своих раввинов своего времени. Во времена Эстера и Мурдыхая, когда они сказали делать так и так, и все евреи их послушались, Бог сделал великое Пуримское чудо. Во времена Матитьяу, Бен Йоханан, Коэн, Гадоль, когда все послушались Матитьяу и его сыновей, и делали, как они говорят, не пошли за греками, именно благодаря этому было ханукальное чудо. Во всей Торе везде нам всегда подчеркивают слушаться раввинов, учиться у знатоков, у настоящих знатоков. Тора называют мудреца, калмит хахам. Мудрец это мудрый ученик. А почему ученик? Он же мудрец. Нет. Всегда оставайся в статусе ученика. Всегда с жаждой учись у более великого человека. Ищи мудреца, ищи раввина. И здесь, в наш праздник Ханука и Пурим, в наши великие праздники Тора, мудрецы еще раз это подчеркивают. Во времена Мурдыхая и Эстер, чудо было благодаря вашим раввинам, которых вы послушались. Во времена Матитьяу, Бен Йоханан, Коэн, Гадоль. Не забывайте учиться и слушаться своих раввинов. Хак Саме, Ханука Саме.